МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИ ПЯТЁРКА АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас великий день. Сегодня у нас завершающий матч нашей старшей цепочки. В прошлый раз доказали наши 10-11-классники, что они могут играть еще лучше, чем малыши. Также открыто, также искренне. И самое главное, с тем же огромнейшим багажом знаний и потрясающей эрудицией. Два матча у нас выиграли ангелы из 69-й гомельской школы. Но нашелся и на них черный понедельник или черная пятница. Команда из Жлобина, команда Виктории Говар. Вот они, красавицы и красавец, стоят. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, вот эту стильную молодую команду тренирует такой же стильный молодой тренер Юрий Рудинский. В стильной 11-й Жлобинской школе. А противостоят этим супер-монстрам интеллекта простые ребята из замечательного белорусского города Светлогорска. Ребята занимаются у Ирины Сафоновой в Центре творчества Ювента. Светлогорска. Капитан у них Сергей Лаветко. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и без долгих разговоров, ну понятно, кто сегодня победит в игре, тот выиграет всю цепочку и тот навеки будет впечатан золотыми буквами в анналы нашей уникальной викторины для школьников. Итак, Виктория Говар, кто у вас главный донетчик? Я. Хорошо. На облев игру... Сереж, кто пойдет? Жорик. Жорик. Понял. Итак, Виктория против... Я думаю, Георгия все-таки. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Виктория показала в прошлый раз потрясающую тактику. Она выжимает первой, думает положенное время и обычно попадает. Итак, внимание. Верите ли вы что? Человек половину жизни проводит во сне. Да. Заметно. Вообще-то половину и две трети жизни во сне проводят кошки. Они спят 16 часов в сутки. А человек спит 8 часов. Это треть жизни. Но главное кнопку выиграю. Главное ответил. Не дал сопернику 5 очков заработать. Играем. Верите ли вы, что морковь завез в Россию Петр Первый? Фальстарт у вас, Жорик. За этим очень строго следит наш электронный судья. Виктория. Нет. А почему? Я так считаю. Она всегда у нас была еще до картошки. Отлично. Распечатали. Что называется? 5-0 играем. Верите ли вы, что пингвины улетают зимовать из Антарктиды на север? Нет. Почему? Ну, а зачем? Тоже правильно. И главное, как? Они ведь не летают. Самое главное. 5-5 играем. Верите ли вы, что зажигалку изобрели раньше спичек? Да. А ее прообраз огнивый еще раньше. Прекрасно. Спички появились только в конце 19 века. И заканчиваем. Верите ли вы, что наш земляк, гомельчанин Илья Катунин, повторил подвиг капитана Гастелло? Да. Да, он направил свой самолет только не на танковую колонну, а на вражеский транспорт. Он был морским летчиком. 10-10. Хорошо начали. Дуэль игра. Вперед. Дуэль. Вы уже привыкли, что в преддверии 75-летия Великой Победы над фашизмом у нас первый бой в каждой игре. Нам нужна одна победа. Второй бой. Поговорим о нас, о славянах. Третий бой. Цветной мир. Все краски радуги. Четвертый бой. 12 месяцев. Ну и пятый бой. Ну как же без них родных кошки. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себе готов взять вперед. Виктория, кому из вас больше всех нужна победа? Ивану не будет. Во Ивану, да. Ваня, да. Иван наш русский богатырь. Помериться силами с Иваном может Андрей. Может. Иван против Андрея. Вперед. Хорошо, оба красавцы удалые. Все равны, как на подбор. Нам нужна одна победа. Эти три слова. Чеканная формулировка знаменитого сталинского приказа номер 227. Иван. Не шагу назад. Не шагу назад. И команда Жлобина держит оборону, нанося контрудары. Играем. Дорога жизни через Ладожское озеро была создана для снабжения осажденного... Прошу. Ленинграда. Это правильный ответ. Прекрасно. Танки Шерман и самолеты Аэрокобра тоже работали на нашу победу. А поставлялись они оттуда. Соединенные Штаты Америки. Дословно точный ответ. Полных кавалеров этого солдатского ордена было меньше, чем героев Советского Союза. Красная звезда. Понятно. Не согласен. Прошу. Я предположу, орден победы. Орден победы. Там всего 16 награждений было этим орденом. Орден славы. Орден славы трех степеней. Полных кавалеров было меньше, чем героев Советского Союза. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Согласно статистике, на третьем месте по количеству героев Советского Союза во время войны были представители этой национальности. Да. Украинской. Украинской были на втором. Вероятно, белорусской нации. Конечно, мы белорусы. Первые русские, вторые украинцы, но третьи герои. Это, конечно же, мы. И Светлогорск в такой хороший задел организовал. 15-25. Наши светлогорские гости впереди. Следующий бой. Итак, второй бой. Славяне. Вика, кто вас знает о разных там русских, поляках, лужичанах, сербах лучше всех? Это я. Хорошо. Сергей. Пойдет Данил. Хорошо. Итак, Вика против Даниила. Вперед. Начнем. У славян он сечень, сичень, либо просто студень. Да. Предположим, это месяц декабрь. Месяц декабрь. У нас месяц декабрь – это снежень. Вика? Это январь. Январь, конечно же. Украинцы и белорусы – это, сами знаете, восточные славяне. А вот болгары и сербы. Южные. Южные, конечно же. Чопорные англичане называли их вампирами, а славяне. Предположим, упырями. Или вурдалаками. Прекрасно. К этому виду музыки относятся прощание славянки. Положим, это марш. Вообще, видов музыки немного. Всего три. Песня, танец и марш. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Эти святые создали для славян самое дорогое, что у них есть – письменность. Конечно же, это Кирилл и Мефодий. Кирилл и Мефодий – это правильный ответ. Итак, Светлогорск по-прежнему впереди. 40, 25. Следующий бой. Наша «Рутипятерка» не сосредотачивается на каких-то определенных направлениях или темах. Все времена, все страны, все герои. Ну и, конечно же, все цвета радуги. Цветной мир. Вика, кто готов? Мария. Маша. Прекрасно. Сергей у вас? Георгий. Итак, Мария против Георгия. Время, вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Цветной мир. Вот физики говорят, что сигнал, который равномерно распространен по всему диапазону частот – это такой шум. Фальстарт. У Марии появился шанс дать правильный ответ. У меня нет ответа. Ну, скажи хоть какой-нибудь цвет. Ну, давайте пусть будет голубой. Голубой шум. Нет, это белый шум, и теперь вы это знаете. Продолжаем. Этих цветов были два шутника, которые заставили старую женщину поверить в их похищение. Один серый, другой белый. Гуси мои гуси – это правильно, да. Этот цвет упоминался при старинном обозначении монаха. Желтый. Желтый монах. Это шаолинь, это будда, это не у нас. Маша, может, вы знаете? Может быть, красный. Красный. Тогда пришел к нему чернец с напоминанием и мольбой. Чернецы. Ну, ребят, самый близкий для вас цвет. Продолжаем. На ленте этого цвета носит белорусский орден дружбы народов. Может быть, красно-зеленый? Красно-зеленый носит колодку героя Беларуси. Георгий. Черно-желтый. На желтый. Что у вас? Черно-желтый. На черно-желтый. Это георгиевская лента, как бы это ни у нас. На самом деле, это синяя лента, символизирующая дружбу народов всей нашей земли. И заканчиваем. И вот теперь внимание на Георгия. Так называют низкопробные и лживые средства массовой информации. Фальстарт Маша, ай-ай-ай, Георгий. Черная. Понятно. Два раза желтые. Я думал, ну сейчас человек оттянется на своем любимом свете. Желтая пресса их называют. Теперь вы это вспомнили. 25-45. Счет не сильно изменился. У нас следующий бой. Давай. 12 месяцев всего у нас. Но вопросов на этой теме в этом бою всего 5. Так что, Вика, нужно найти человека, который отсечет лишние 7 месяцев. От нас пойдет Елизавета. Елизавета. Прекрасно. А кто пойдет от Светлогорска? Сергей. Пойду я. Прекрасно. Лиза против Сережи. Вперед. Итак, автор пьесы-сказки, у которой мы взяли название для темы боя, это он. Маршак. Да, Самуил Яковлевич, он. Летнее солнцестояние – это астрономическое событие, которое происходит в этом летнем месяце. Фальстарт. Фальстарт, Сереж, очень строго наш электронный судья. В июне. В июне, конечно, 21-го года. Второго. В зависимости от астрономических явлений. Играем дальше. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок. Так обращался к месяцу этот пушкинский герой. Это Руслан. К месяцу он не обращался, у него другие были заботы. Лиза, может, вы знаете? Нет. Нет. Королевич Елисей, между тем, по свету скачет. Грустно. Продолжаем. В этом месяце Пасха в 2020 году. Апрель. Да, 19 апреля, все логично, играем. Праздник Покрова и одновременно День Матери белорусы отмечают в этом месяце. Фальстарт. Что же у вас с нервами, Сережа? Лиза. В декабре. В декабре, ну что же вы, Покров Божьей Матери, это октябрь, теперь вы это знаете. 50-35, Светлогорск впереди, следующий бой. Ну а сейчас поговорим о существах, которые заполонили интернет и без которых очень много людей не представляет просто себе жизни. Это тема кошки. Пятый бой. Вика, кто кошатник? Это тема Оли. Оля, хорошо. Сережа. Егор. Хорошо. Ольга против Егора, вперед. Богиня Бастетт покровительствовала абсолютно всем кошкам в этой древней стране. Египет. Конечно, древний Египет. Он о морях и не мечтает, а природу ему заменил телевизор. Кот Матрускин. Да, конечно. Под руководством этого конструктора был разработан танк Т-34. Котов. Котов. Нет, не Котов. Ну. Кошкин. Кошкин, конечно же. Кошка Неджем, жившая в 15 веке до нашей эры, аж при Тутмосе Третьем. Первая кошка, у которой мы знаем его. Что мы знаем у кошки Неджем? Имя. Конечно. Первая поименованная в истории кошка. Ну и заканчиваем. Этот корень – отличная приманка для любых кошек. Корень валерьяны. Абсолютно добуквенно точный ответ. Корень валерьяны. Итак, 55-55. Счет равный, равная игра. А у нас тест игра. Вперед. Тест игра у нас практически о вас. Великие. О великих людях, о великих событиях, ну и о великих городах. Кто готов начать наше скоростное ЦТ? Вика. Снова Ольга. Снова Ольга. Зачем вы уходили, Оля? Я так к вам привык. Сережа. Андрей пойдет. Итак, Витовт и Гедемин были великими князьями. А. Польши. Б. Литвы. С. Беларуси. Ну, это вариант С. Беларуси. Да не было тогда такой страны. А, прошу. Литвы. Литвы, конечно, великий князь Литовский. И на подборе взяла наша княгиня Ольга. Пять очков. Играем. Великий ученый Архимед жил. А. В Александрии. Б. В Салониках. С. В Сиракузах. Б. В Салониках не жил он там. Не было у него там государственной регистрации. Андрюш, у вас есть шанс? Вариант С. Вариант С, да. В Сиракузах. Именно в Сиракузах он жил. Оборонял этот город Утримлен. И там со славой погиб. Тоже пять очков на подборе. Играем. Российский Дедушка Мороз живет. А. В Великом Новгороде. Б. В Великих Луках. И С. В Великом Устюге. Да. С. В Великий Устюг, конечно же. Великий полководец Александр Македонский. Был сыном Филиппа и А. Аллы. Б. Елены. С. Олимпиады. Б. Елены? Нет, Елена Прекрасная. Это немножко из другой истории. Андрей. Я предположу, что это вариант А. Вариант А. Аллы. Понятно. Нет, у Аллы другие сыновья. На самом деле, маму Александра Македонского звали Олимпиада. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Иван Великий в Москве. В московском Кремле. Это А. Храм. Б. Дворец. С. Колокольня. Б. Дворец. Нет, что вы. Дворцы там другие. Прошу. Я предположу, это вариант С. Колокольня. Колокольня великий, потому что высокий. Прекрасно. Ольга вывела команду Жлобина вперед. 70-65. Следующий бой. Итак, люблю, когда игра равная, когда вот так вот колышутся весы. Ну, сейчас свои золотые слитки, свои таланты бросит на эти весы команда Жлобина. Кто у нас на слайд-игре? Елизавета. Елизавета. Чей талант на весах у Светлогорска? Мой. Хорошо. Вперед. Лиза против Сергея. Начинаем мы с выигрывающей пока команды. Слайд-игра у нас сегодня знаменитостей. Но так как все знаменитостей от А до К мы уже перебрали в прошлый раз, мы начнем с буквы Л. Прошу, Лиза. И сразу могу сказать, что это наши гомельские знаменитости, нужно их фамилию назвать. Спасибо, Лиза. Может быть, Сережа знает? Увы. Увы. Видите, братьям Лизюковым. Трое братьев, которые в нашем городе, даже улица их имени есть. Продолжаем. Сережа, с вами. Это Мулявин. Да, конечно. Он тоже заслужил, как и Сергей, ваши аплодисменты. Прошу. У этого человека в лицо должен знать каждый белорус, который мечтает стать, не скажу, кем. Может, вы знаете, Сережа? Да, знаю. Это Олег Новицкий. Это Олег Новицкий. А кто он? Космонавт. Это правильный ответ. Десять очков на подборе у вас. Это третий белорусский космонавт после Климука и Коваленка. Играем. Возможно, это персонаж Евгений Онегин. Да, это он в своем уединенном кабинете. Прекрасно. Лиза, играем с вами. Тишина. Могу предположить, что это Пушкин. Вот это Пушкин? Молодец. Это Пушкин. Маленький Сашенька Пушкин. Прошу вас. Это Радивилл Черный, если мне память не изменяет. Она вам не изменяет, она вам верна. Это именно Радивилл Черный. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Лиза, играем с вами. Да, сложный вопрос. Но я считаю, что этого человека тоже должен знать каждый культурный белорус. Могу даже намекнуть, что его зовут Михаил. Нет. Это художник Савицкий. Михаил Савицкий. Михаил Савицкий, автор серии канцелагерных картин «Лишь бы на сердце». Народный художник, герой, по-моему, Беларуси. Вот, да, это Михаил Савицкий. И запомните это имя. Это его автопортрет. Идем дальше. Грета Тунберг. Это Грета Тунберг, экологическая активистка. Вы совершенно правы. А Лиза с вами. Лиза, неужели не узнали? Молодой, красивый. Нет? Ленин. Ленин. Ульянов. Ульянов Ленин, молодец. Я не успел обратиться к Сергею. Браво, Лиза. Успели. И, по-моему, последний слайд. Тишина. Ну, это Франклин. А я уже было собрал сказать, вот дети редко видят 100 долларов и купюры, больше наши белорусские деньги. Да, это Бенджамин Франклин, известный политический американский деятель, который изображен на 100 долларов. Браво, Сережа. Браво. Потрясающая игра, Сергей Лапетко. Спасибо. 160 у Светлогорска, 100 у Жлобина. Решающий бой. Риск игра. Вперед. 60 очков разницы. Но риск игра на той риск игра, что в ней тот, кто рискует, тот пьет шампанское победы. Плюс 20, минус 20, ноль замолчания. Все очень просто, все как в жизни. Ну что, Вика, кто? Рвать победу пойдет Иван. Сережа, кто в бою? Даниил. Итак, Иван против Даниила. Вперед! И, дай внимание, победа. Этим высшим полководческим орденом было произведено всего 16 награждений. Предположим, это, конечно же, орден победы. Это орден победы, да, конечно же. Плюс 20. И у вас, Иван, задача стала еще сложнее. Вам нужно ответить на все 4 вопроса раньше вот этого супер монстра. Славяне тема. Сынами ее логично называют славян, например, Радищев. Славяне сыны? Сыны Руси. Увы, минус 20, по-моему, уже дальше. Играть не имело бы смысла, но должны мы довести борьбу до конца. Будете отвечать? Если не знаешь, то лучше, конечно же, промолчать. Логично. Славяне сыны славы. Все логично. Играем. Цветной мир. Такую окраску имеют экологически безопасные компакт-диски, выпущенные в Японии. Ну, ну. Белый? Белый это бандит такой был. Саша белый. У вас есть шанс? Когда не знаешь, опять-таки, нужно тактично молчать. Тактично молчать. А вот кто у нас борется за экологию, Ваня? Зеленая. Ну, так а диск почему белый? Играем. 12 месяцев. Эти цветы было приказано доставить во дворец в сказке 12 месяцев. Да. Подснежники. Это хорошо. И заканчиваем. Кошки. Благородство, доброта, властность. Такие качества, если верить астрологам, отличают этот знак. Лев. Ну, вот и все. Поздравляю. Лев последнего боя. Вот так бывает. Держалась два матча гомельская команда, ее вышибли наши гости из Жлобина. Держалась, держалась команда Жлобина, сопротивлялась, вела даже. Но Светлогорск оказался сильнее. Нашу старшую цепочку выигрывает команда Светлогорска. Вы остаетесь победителями старшей цепочки 2020 года. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Светлогорска. 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 Светлогорска.